Добрый день, дорогие телезрители! У нас сегодня необычный гость. Гость издалека, из-за океана. Но наша соотечественница. Это доктор философии Вера Соловьева. Тема диссертации «Изменение климата и народные знания, народные традиции в Аймеконе». Аймекон является общемировым знаком полюса холода. Было очень интересно посмотреть, каким образом изменение климата влияет на жизнь простых людей, которые там живут. Поскольку у них традиционное природопользование различается друг от друга. Саха – они коневоды и скотоводы, а Эвена – они оленеводы. С научной точки зрения было важно понять, люди живут рядышком друг с другом, но какие их наблюдения, насколько они отличаются и насколько они похожи, когда они смотрят, каким образом изменяется природа. Для меня лично было важно понять, каким образом этические ценности этих народов помогают им выжить в это непростое время, когда меняется все вокруг. Третий момент – это каким образом традиционное знание этих народов помогло бы выработать наиболее успешные адаптационные стратегии к этим изменениям. Поскольку все-таки, когда человек живет на этой земле, он наиболее лучше осведомлен о том, что происходит, ему приходится к этому приспосабливаться. И поэтому он знает лучше, что для этого нужно сделать. И вот эта вот диссертация была на эти три темы основные. Те годы, когда я была, все-таки лето было безумно дождливое в течение трех лет. Это 2015-2016 год и 2013-2014 год. А весна, она становится вроде бы как бы дольше, но с другой стороны, она более непредсказуемая. То есть, скажем, если очень быстро снег тает, но из-за ветра она очень быстро высушивается. Погода в горах отличается от погоды на равнении. К примеру, скажем, эвены, кто мигрирует с оленями, они всегда отмечают, что, скажем, либо охотники потомственные, они отмечают, что в горах, например, всегда более холоднее. Если, скажем, раньше начинаются дожди, то в начале начинаются горах, потом она уже идет на равнину. То есть это как бы два типа знаний идет. И еще другой момент, который они отметили, истоки рек, они перестали, например, замерзать. Вот раньше, скажем, там было замерзание, стоял лед, то сейчас уже как бы этого нет. Ну и сам лед, конечно, гораздо тоньше, чем раньше был. Вот птицы стали, вот раньше у них воробьев не было, потому что было очень холодно, экстремально. Сейчас воробьи там есть, я уж не говорю о других видах животных и птиц, и насекомых, которые появляются. Изменение климата влияет на их жизнь, естественно, да. Ну и как бы они воспринимают это философски, в принципе, да. Поскольку я очень долго жила в Америке, да, и разговаривала там с учеными, ну, то есть во время своей там диссертационных там работы, да, либо там, когда ездила на конференции, то там большей частью как бы стоит такой момент, ага, климат-то меняется, да, это все там как бы на уровне паники даже, можно сказать, да. Наши же воспринимают более философски, вы правильно это заметили, да, они говорят, что да, это все меняется, но как-то меняется, как-то, ну, как бы бывает, да. Типа, конечно, жизнь становится труднее, но с другой стороны к этому можно приспособиться, потому что вот наши предки там, они к этому приспосабливались. Если уж подумать, что там раньше были тоже такие вот как бы периоды потепления, похолодания, то год, и сейчас мы тоже это сможем. Когда я разговаривала тоже со специалистом по изменению климата из числа коренных американцев, то есть индейцев, да, Кайл Уайт, он сказал то же самое, что вот у индейцев есть точно такая же как бы точка зрения, что, ну, ладно, там меняется, ну, как бы мы, типа, мы тоже там, ну, приспособимся как-нибудь там дальше будем жить. Это вот, с одной стороны, это, конечно, сила, да, потому что люди не паникуют, а когда нету паники, то как бы есть надежда на всеобщее как бы благополучие, да, но с другой стороны, на мой взгляд, это тоже слабость, да, потому что когда человек не воспринимает это серьезно, то он ничего не делает, ну, например, скажем, он терпит до последнего, а потом уже, когда уже терпеть дальше невозможно, начинается вот уже как бы, типа, взывание помощи, например, да, либо там какие-то еще моменты. Но это надо, мне кажется, вот порог терпимости, он у нас очень высокий у нашего народа. Надо-то все-таки пораньше требовать от наших политических там лидеров, да, чтобы они обратили на это внимание и помогли простым селянам, чтобы они вот как бы легче жили и действительно лучше бы адаптировались. Муджет не перекрестится, пока гром не грянет. Да. Так же у нас и с пожарами, и с наводнениями. Люди говорят, вот мы проводим палу, но, пожалуйста, потом никому не говорим, ну, то есть не стоит говорить там наше имя, там, значит, этого, да. И это меня заинтересовало, я дальше почитала эти законы, когда приехала обратно и увидела, что, оказывается, в течение 15 лет, где-то 15 лет, сельхозпалы были запрещены. Но в условиях Якутии это, на самом деле, очень неверно, потому что у нас в такой степени короткое лето, что там вот трава, она просто не успевает декомпостироваться, то есть это вот как разложиться, да, не успевает разложиться. И из этого там накапливается, со временем превращается в торф. Вот, то есть у нас получается, во-первых, накапливается пожароопасный материал, это вот сухая трава, маленькие ветки, и в течение вот 10-15 лет это все накопилось, как бы и в лесах, и на полях, и поэтому вот эти вот масштабы пожаров, конечно, были очень большие. Я думаю, что, получается, у нас причина этих пожаров, это, во-первых, изменение климата, во-вторых, вот этот неправильный закон о запрете сельхозпалов, да, и в-третьих, этот год был необычайно жарким, засушливым. Очень много вы занимаетесь малыми народностями. Наверняка вы сравнивали малочисленных народов, живущих здесь и там, в Америке. Ну вот в чем какие-то коренные отличия и какие-то схожие моменты? На самом деле я не могу сказать, что я занималась много малочисленными народами, да, я занималась много вопросами коренных народов. А Саха, они тоже являются коренными по международным стандартам, да, то есть как бы Сахалар, Эвене, там, значит, я еще ездила на Чукотку, там, Нижний Колымск, то есть как бы еще ездила на Дальний Восток. Вот по вопросам Американского музея естественной истории, Россия является единственной страной, где есть такое различие. Потому что вот между, вот именно которое связано вот с количеством людей, да, 50 тысяч, и привязано к месту проживания. Официально считается только коренные малочисленные народы Дальнего Востока и Севера России. Малые народы живут на юге, они не являются коренными, хотя вроде бы как у них есть, по всем стандартам, скажем так, они подходят под это, да, либо вот Сахалар тоже мы не являемся официально коренными, да, мы являемся титульным народом, мы являемся многочисленным народом. Есть такое определение Организации Объединенных Наций, рамки, куда входит понятие коренной народ, да. Понятие коренной народ – это люди, которые до сих пор имеют, то есть жили на этой земле до прихода государообразующего народа, да. Если у этого народа, который жил до прихода государообразующего народа на этой земле, до сих пор сохранили свой язык, своя, значит, культура, которая отличается от государообразующего, и своя вот духовность, которая отличается от государообразующего народа, да. И плюс самое последнее, которое считает себя коренным. Вот и все. То есть, как бы, тут нету, как бы, выше, там, ниже 50 тысяч, там, нету, там, живешь на севере, либо там, живешь на юге. Вот, поэтому я вот исхожу из такого вот восприятия, и действительно, как бы, с большим интересом вот занималась вот этими вопросами, ну, и занимаюсь дальше этими вопросами, именно вопросами, касаемые коренных народов, вот их истории, культуры, права, там, экология. Сахата по своему менталитету, да, по своему самоощущению, они, ну, Саха, мы никак не считаем себя малочисленным народом. Прекрасно, но в том-то и дело, что я же говорю, что в понятии коренных, которые приняты официально на всех международных уровнях, там нету привязки к числу людей, да, то есть там есть привязка только к тому, что вот к земле проживание, к языку, к духовностью и к традициям. Ну, и к самосознанию себя, вот, значит, коренным, без малочисленного. Бывая в России, снимая интервью среди русских писателей, у них очень много чаяния, очень много беспокойства из-за того, что русский язык исчезает, русский дух исчезает, русский народ исчезает. Вот сейчас очень много это говорят, настоящая русская интеллигенция. Тут очень, как бы, играет большую роль и количество народа, да, все-таки сравнить русский, вот, великий народ, я считаю его очень великим, да, но сколько их там миллионов, я, как бы, точно не знаю, и сравнить вот наш, тоже великий якутский народ, который всего лишь 500 тысяч. По моим наблюдениям, опять же, да, по каким-то вот статьям, вот, якутский язык, на самом деле, сейчас стоит на грани, на такой тонкой грани, потому что маленькие дети, они не говорят, они не говорят на якутском языке, к сожалению. И это очень жалко, потому что, в свое время, вот, почему мы сейчас говорим на русском языке, я училась в русском классе, значит, в школе, почему вот так вот произошло, это вот очень большая дилемма. И вот, когда вот человек действительно не хочет, ребенок не хочет, либо родители не, это зависит от родителей, конечно, когда родители не хотят, чтобы их дети знали якутские совершенства, это вот огромная дилемма. Я прекрасно понимаю якутский, говорю, читаю, но говорю на нем, правда, с таким, как бы, мне приходится выбирать слова, он такой немножко сломанный. И только вот, когда приехала в Америку, я научилась читать и писать, да, на якутском языке. И сейчас вот у меня остается дача, как бы, выучить там уз, халы, там, через какое-то время, чтобы действительно свободно общаться на этом красивом, очень красивом, очень важном языке. Нам кажется, что в советское время, наоборот, было такое, что сахоязычные, они очень хорошо владели русским языком. И писали и на русском, и на якутском, прекрасно, да, и наши классики, первые азы образования, они получили на русском языке. А потом, уже владея русским языком, читая всю русскую классику, они очень глобально начали писать на якутском языке. И, кстати, якутская литература неоцененная, я так считаю. Вам как там видеться оттуда? Мне тоже кажется, что она абсолютно неоцененная, потому что, к сожалению, нет перевода. Во-первых, у нас там дети, они тоже не сохранили якутский язык, из-за того, что, ну, я хотя и знаю, но, как бы, вот Кельбарда, значит, ну, в свое время тогда еще, сейчас-то я как бы лучше знаю, но тогда у меня была очень, довольно лимитированная. Вот, и я пыталась искать, например, в интернете, значит, какие-то образцы, да, вот, значит, ну, фильмы, там, какие-то книжки, да, на якутском языке, вот, какие-то вот передачи, и тогда еще не было. Потом, значит, они появились, но мои дети уже выросли, и они уже, как бы, в этом не заинтересованы были сейчас, значит, а родители детей, которые вот переехали за рубеж, они хотят сохранить якутский язык, и говорят, что на самом деле, как бы, можно найти, но, к сожалению, тоже в таком ограниченном количестве. То есть очень мало издается, очень мало мультиков, очень мало литературы, очень мало пособий по изучению якутского языка, то есть это, ну, практически, можно сказать, нету. Это, конечно, это все пока недооцененность. Причем, если вот почитать на якутском языке, вот, произведение, меня просто поражает, насколько этот красивый язык, он очень богатый, он очень переливчатый, и вот, 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 что вот интересно-то, этого нету ни в английском языке, этого нету ни в русском языке, когда ты читаешь вот на якутском языке, ты видишь эти картины. То есть вот как бы, даже вот не зная какого-то слова, да, вот это вот у тебя, от того, что, видимо, вот как-то вот пишется, ты начинаешь автоматом понимать, и у тебя вот, от того, что ты увидел это где-то вот в голове, и вот потом уже, глядя, скажем, перекрестно как бы на, в словаре, ты понимаешь, что, оказывается, это было правильно. Вот, и такого я вот нигде, нигде такого не видела, не встречала. Ну да, якутский язык очень витиеватый, и сложный, и об этом... И очень визуальный. Визуальный, да, об этом отмечали многие. Кстати, Кюльмику Ростырова адекватно невозможно перевести на русский язык. Самый удачный перевод Кулаковского на русский язык, Плоухин, есть некоторые критики, которые недовольны этим переводом. Часто бывает, что мы якутские фильмы переводим на русский язык, и получается чуть короче. А вот фильм, который ушел в у нас как пакете документов для присвоения шедевра, фильм Олон Хоп, мы сначала перевели на русский, потом хотели на английский, потом нашли Аргунова Альбину, преподавателя университета, который прямо с языка Сахар перевел на английский язык. И я тогда была очень удивлена, что вот такие тексты у нас даже короче стали, чем русский перевод. Вообще очень коротко они перевели. Я была удивлена размерами. Все мы родом из детства. Детские воспоминания, детские какие-то впечатления очень ярко сейчас всплывают. А у вас вдалеке от родины какие-то яркие моменты. Мама моя из Сунтарского Улуса, и мы ездили в Улус, значит, и зашли в Тайбаховский музей. Вот, и мама сказала, что там вот эти вот предметы, которые там, музейные экспонаты, да, причем ее старший брат работал в этом музее. И она сказала, вот смотри, это вот утварь из дома моей дедушки-бабушки, где я выросла. Да, и там, значит, это так... Атуральты тоже, ну, как бы чучело, вот это вот тоже у нас это было вот такая же. А потом она рассказывала, что... Вот этот вот момент я помню, и вот она, помню, перешагнула через ограду и сказала, что вот бабушка сидела, вот сшила вот этими иголками, да, то есть достала там, как бы, коробочку. А потом она рассказывала, что она нашла... В тот момент я не помню, но вот по ее словам... Она нашла чебучах, маленький чебучах там стоял. И, говорит, из этого чебучаха я пила, говорит, кумыс, каждое утро мне бабушка, говорит, наливала, потому что она была сиротой и до 9-10 лет жила у бабушки, да, то есть как бы у нее мама умерла, когда она была маленькая. А потом отец отдал ее к своим родителям, а сам женился на другое. То есть она поэтому вот у них жила. И вот, говорит, каждое утро она мне, говорит, наливала кумыс, и у меня, говорит, чтобы были острые, я взяла, говорит, откусила край. И поэтому, значит, бабушка от селены зашила, чтобы вот дальше не пошло. И вот именно вот поэтому от селены она нашла свой чебучах. И она сказала, ой, нах, бах, рабын, ми ха, бу, мене де, крыр, дэх, пене, а мин лых, пы, нах, бах, рамын. Оно обаяп, бэдь, айн, был музей, терели бол, бут, уже номер дэх, кэну баккан. И у меня так жалко было это слышать, потому что получается, что из-за этого у нас ничего-то и нету. Все вот как бы в музее. И даже вот этот чебучах, который вот мама пила, из него кумыс тоже как бы нет, да? Вот нету такой вот, скажем, нитки материальной, да? Которая вот могла бы помочь прикоснуться. А другой, значит, очень такой яркий тоже момент, это когда папа вот очень любил петь песню Вот это вот я вот очень хорошо помню, да. Вот эти вот два таких. Ну, конечно, там есть другие моменты, но вот эти самые основные. А вы росли где? Я, значит, родилась в Якутске, но росла в Акчунцах, вот в Хангаласе, у папы на родине. И там, значит, наш дом, он стоит на протоке, вот как-то такая песчаная коса, очень красиво. Вот. И он у нас был очень хороший и рыболов, и охотник, и работал в экспедиции «Жал». То есть такой вот... А физик он, да? Нет, он не физик, он был инженером по снабжению. Но так вот я сейчас вспоминаю, он был очень неординарный человек, оказывается. Потому что еще в 70-е годы он предлагал, чтобы у нас там на крыше нашего дома в Акчунце были солнечные батареи, и тогда он мог бы делать измерения, и вот это была бы экспериментальная установка, к примеру, да. Я думаю, что это мой папа, вот Алексей Николаевич, родился, наверное, не в том месте, не в то время. Мама Екатерина Федотовна Сунтарская. Она закончила ветеринарный институт, немножко поработала здесь в лаборатории. Потом она, когда папа переехал работать на полигоне ШАЛ, широкие атмосферные ливни, то, конечно, мама поехала вместе с ними, и она была лаборантом там, на полигоне. С прекрасной памятью. У нее очень много интересных вот рассказов. Вот именно, скажем, ее рассказы про ее жизнь у дедушки с бабушкой, поскольку они никогда не были ни в артеле, ни в колхозе, вот у них была вот чисто традиционная якутская жизнь. Вот это вот ее рассказы, они меня сподвигли, скажем так, либо там вдохновение на то, чтобы я больше изучала вот именно традицию культуры нашего народа. Самое основное то, что я все-таки защитила диссертацию, вот, и вот она была посвящена моим родителям, Алексею Николаевичу Павлову и Екатерине Федотовне, Павловой, да, и плюс еще моей сестре и моей семье. Папа у меня всегда думал, что я буду доктором наук, да, а мама вот до сих пор вот меня поражает своей вот тягой к знаниям. В 90-е лет она все время вот записывает там какие-то стихотворения, которые ей понравились, любит читать там какие-то вот, ну, не совсем научные, но все-таки такого типа вот статьи, там вот она вот прямо очень жадная до знаний. Вот это вот меня вот всегда восхищает. Все-таки не зря я уехала в Америку. Это то, что, во-первых, я там помогала людям, которые приезжали отстаивать, скажем, чтобы газохимический завод не был построен, да, от Элизаветы Гаврилевы, она приезжала, выступала на постоянном форуме коренных народов. Потом, значит, я также помогала Голиковой Марии Николаевне, когда вот закрывали завод Беллях там в Синске по добыче базальта вулканического. Приглашала традиционных мастеров поработать в фондах Музея Американского музея естественной истории. Это в 2012 году еще. И вот после этого, кстати говоря, пошел вот, скажем, по нарастающей тренд якутской одежды. Они приезжали и изучали, вот даже делали вот копии костюмов, увезенные еще до революции северо-тихоокеанской экспедиции в этот музей. Вот они там до сих пор хранятся в фондах. Он помогал переводить, помогал договариваться, чтобы они туда пришли. Я думаю, да, этим можно гордиться. Это вообще фундаментально, очень шикарная книга-альбома нарыва из них. Да, 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 да. И от нее невозможно оторваться. Я вот, когда есть настроение и время, я постоянно смотрю. Когда вот только-така начинали вот воссоздавать эти вот традиционные одежды, говорилось, что должно быть такого вот земляных цветов, да, агара-ярка, куаган-ден, да, такое, что если посмотреть там на музейные экспонаты, то они там какие-то спокойных цветов, там коричневатые, там желтоватые, вот, и тот вот музей, мы там специально, когда смотрели шубу, она, кстати, хорошо вот, очень многие делают копии, да, то увидели, что вот, да, сверху вот она такая спокойная там гамма цветов, но вот если посмотреть, вот где эти шуб, да, буквально, там осталась невыцветшая материя. Она была ярко-ярко-розового цвета, и там, значит, она была ярко-ярко-зеленая, то есть наши были все-таки очень любили ярко и паустро одеваться, и поэтому, когда вот яркие цвета, это, конечно, это оказывается традиционно. Мне показалось, что они умели сочетать цвета. Что такое умение сочетать цвета, да? Значит, когда я туда поехала, да, я тоже думала, там, типа, вот должно быть, это должно быть с этим, а то одеваешься, как светофор, да, вот такой, помните, там, светофор, как это, геттертабли, там, какой-то там, ни в коем случае нельзя, красное, желтое, зеленое, а потом, а почему нельзя? Как бы, все цвета сочетаются, это же все цвета, это вот как бы цвета радуги, вот-то, и вот они вместе, это вот как бы белый цвет получается, но, по идее, они все не сочетаются, то есть как бы, нет такого понятия, нет несочетаемых цветов. В 2000-х годах я попала в музей этнографический в Санкт-Петербурге, там был охранитель Лильчук, она показала вот нашу коллекцию таким трепетом, вот эта коллекция была завернута в пергамент. В фонда, они, есть определенная температура, которая не меняется никогда, и определенная влажность, все это автоматически поддерживается, поэтому там, значит, вещи лежат вот в сохранности, и будут лежать много-много лет. А как они туда попали, с Юхольсеном, я знаю, еще как. Ну, там, значит, да, самая основная, это вот когда Юхольсон и Пакарас вот ездил туда вот дальше, на север, но в первую очередь, да, ему помогали вот Байроутер из Татинского, Багаентинский улос тогда был, вот, и где-то 800 с лишним вот он туда вот увез экспонатов. Они вот сейчас вот большинство лежат в фондах. До недавнего времени было три стенда большие, значит, которые показывают наш эгэх, комысный праздник, да, и плюс это было два стенда, и третий стенд, это был комлайн-шамана. В каком году вы переехали? В 97-м году. В 25? Ну, 20 с лишним лет, да. А вы в аспирантуре учились здесь? В аспирантуре, я училась здесь, в Санкт-Петербурге, у меня как-то, как муж мой смеется, вера легких путей не ищет, да, то есть я здесь училась в университете в Якутском, и у меня была мамология, биология, да, но диплом я защищала на тему кормовые растения северной пищухи, то есть, как бы, ботаники там было очень много. А вот по специальности тогда биолог? Я биолог, да, ботаника, и еще плюс немножко биохимия. А потом я, значит, был такой момент, когда вот перестройка началась, и тут поняли, что вот генетиков никого нету, да, и стали отправлять на переучебу по генетике, я поехала в Санкт-Петербургский университет, в течение года получила диплом генетика, там нам давали просто курсы только по генетике, и все. И по конкурсу, наверное, была одна из последних, кто поступал по конкурсу, а не по направлению на лабораторию генетики. Я защитила кандидатскую диссертацию по теме сателлитная ДНК, Бавина, там, значит, это вот, ну, как бы, это было тоже сравнение маркеров генетических, вот, наших якутских коров, там с другими, как бы, этими животными. И потом уже приехала работать в институт биологии, и после этого я вот на стажировку поехала в Америку. Вначале работала в лаборатории, и потом, потом, значит, когда вот муж приехал, нашел работу, у меня уже была виза, которая не позволяла работать. Это я была ЭЧФО, да, то есть, как бы, у него основная рабочая, у меня, как бы, жена, плюс еще там у меня были маленькие дети, и я была домохозяйкой в течение 10 лет, да, но поскольку все-таки гены мамы и отца у меня, как бы, играют, я не могла усидеть, поэтому поступила учиться на социолога и биолога, да, это вот у меня очень удачно два моих интереса вот вместе сложились, и вот это вот как департамент называется, где я сейчас нахожусь, это Environmental Science and Public Policy, то есть, скажем, наука о природе и околоприродные законы или там как-то так вот, ну, и социология, опять-таки, это трудно перевести. Вы защитили два раза в других разных системах. Самое главное отличие в том, что ты, когда защищаешь кандидатскую, пишешь кандидатскую, то твоя работа, она находится частью докторской работы твоего руководителя, и поэтому руководители вот как бы вообще в корне заинтересованы, чтобы ты хорошо написала, хорошо защитила, и он все время проверяет, вот ты это сделала, это сделала, значит, там как бы читает и говорит, там советует, вот какие-то реакции ты должна провести, да, вот какие-то, какие-то там выводы ты сделала, и все это он как бы, поэтому есть какая-то такая вот надежность. Я думаю, в этом, наверное, и кроется вот создание школ, да, скорее всего, там школа того-то, школа кого-то там, и вот эти вот, потому что вот именно этот человек, он взращивает своих учеников. там же, в Америке оказалось, абсолютно, ты предоставлен сам по себе. Ну, лично у меня так получилось, то есть, я должна, то есть, как бы ты берешь эти вот классы, да, потом, ну, опять-таки, хорошо то, что ты вот, какую тему ты больше заинтересована, на те же самые, как бы, классы ты и берешь, но от тебя уже полностью зависит, если ты там, как бы, на какие-то там оценки сдашь, там, потом, какие ты, вот, какой ты проект там напишешь, там, что тебя интересует, то есть, вот именно со стороны руководителя там абсолютно ничего, как бы, такого не было, абсолютно, скажем так, да, и вплоть до того, что вот диссертацию, ну, хорошо-то я там диссертацию писала сама, и плюс еще защита была абсолютно по-другому. Если я в Питере, там, у меня защита была как? Ты сдаешь, вот написал автореферат, потом сдаешь своему патенту, и оппоненты, они буквально, как бы, роют, да, и от них очень сильно зависит, там, защитишься ты или нет, да, как бы, и могут там тебя поругать, там, сказать там этот, но с другой стороны, как бы, это все решаемо, и, в принципе, нормально, вот, а тут вот, когда я защищалась, то ты даешь свою диссертацию коммити мемберс, и коммити мемберс, допускают тебя к защите, то есть они до защиты, они дают свои замечания, вот, как ты там, что ты должен изменить там, либо там не изменять, либо там ты достоин к защите, или нет, и поэтому сама защита, она проходит прям как песенка, но до защиты ходит, и там приходится много-много корпеть, да, потому что там очень важно, чтобы у тебя было, во-первых, у тебя были референсы, то есть, как бы, рекомендации, да, и, во-вторых, там просто архиважно, чтобы у тебя был опыт работы там-то, 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 да, то есть, вот, если ты идешь на такую высокую, как бы, позицию, как доктор философии, да, то ты уже обязан иметь какой-то бэкграунд со спиной, у меня же этого, вот именно американского опыта не было, поэтому я несколько лет, буквально года три, наверное, посвятила тем, что я строилась в резюме, это вот, это у меня была и волонтерская работа, да, вот, и с музеем, и с постоянным форумом по делам коренных народов, да, это были у меня стажировки, которые вот я играла, выигрывала гранты, да, а дети? Старший сын Тимофея Соловьев, ему 27 лет, он работает компанией Старк, которая, значит, записывает высокого уровня конференции, значит, встречи там, и потом они оплодят на интернет, да, он там систем администратор, то есть, как бы, начиная там от договоров, заканчивая там конечной, как бы, точкой там в интернете, да, вот этот процесс он ведет проекты. Второй сын, этот Александр Соловьев, он работает вместе с отцом в телекоммуникационной компании, и дочка Екатерина, вот мы назвали в честь моей мамы, Екатерина, Жальковна Соловьева, вот она только в этом году закончила школу, вот, решила взять перерыв на один год, и после этого хочет наступить там в дизайн университет. Вот во время перерыва она работает, ну, как большинство американских детей, в ресторане. Говорят, что там очень рано стоит на ноги. Да, очень рано стоит на ноги, 18 лет, там как бы их, очень много американских детей, прямо 18 лет, просто говорят, вот мы у вас выросли до такого, этого, вы уже можете работать, как только закончили школу, они могут, буквально выставляют из дома, и я считаю, что это очень неправильно, потому что, все-таки 18 лет, ребенок еще маленький, и поэтому я не удивляюсь, почему там так много домов престарелых, когда вот дети вырастают, они уже там становятся, а их родители становятся старенькими, вот они их там сдают в дома престарелых, да, есть такое. То есть там, с одной стороны, они как бы практичные там дети, с другой стороны, такие вот моменты, это, на мой взгляд, утеряны, и их надо вот, как-то над этим работать. А детдома? Детдомов есть, там детдома есть, и... Бросают все-таки детей, да? Мало, мало бросают, они обычно детей пытаются установить довольно-таки много людей. Какие традиционные ценности? Чем вы, как социолог, восхищаетесь в этом обществе? Мне нравится то, что в школе они вначале изучают историю своего края, да, и только потом они переходят, даже вот после деревни, а потом штата, там, как бы, этот, страну, и только после этого они переходят как бы на более широко, да, но не только, как бы, у них исторически, но еще и практически направленность. например, каждый ребенок знает, что делать, если будет грязная вода. То есть у них там, как бы, школьникам раздают, например, тесты на определение частоты воды, да, и вот они вот могут сделать небольшой, как бы, опыт защитить это в своей школе, и когда вот выясняют, что в каком-то источнике вода грязная, там есть данный телефон, что вот позвонить туда-то по такому-то, но сообщить, что этот источник, он загрязненный. то есть вот, как бы, вот они, как бы, с детства знают, что делать, если там что-то идет не так. Человек, он вырастает с пониманием, что, в принципе, от него что-то зависит. Вот это вот, мне это очень нравится. А в чем состоит сейчас американская мечта? Американская мечта, там, скажем, когда ты вот находишься, там, где-то за рубежом, да, в другом месте, а потом они приезжают и думают, а, демократия, там, свобода, там, можно быстро заработать деньги, там, как бы, там это, да, это не работает. Да, то есть не все, как бы, медомазано, на самом деле, там, там очень много сложностей, очень много бюрократии, но, если человек, все-таки, как бы сказать, профессионал своего дела, причем на него можно положиться, в первую очередь, да, то есть, как бы, он честный, он, люди будут знать, что ты не обманешь, да, не будешь, там, я не знаю, там, обманывать, там, либо воровать, там, как-то так вот, да, и когда вот, когда вот такое вот происходит, там, когда вот уже, вот, тогда вот уже, в принципе, ты становишься уже внутри этого общества, да, и ты уже, и мечта твоя, там, скажем, ну, вот, например, у меня была мечта, это, как бы, ну, поскольку я приехала, там, звать меня никак, и ты никто, и звать тебя никогда, то я бы хотела бы, там, вот, работать в университете, да, вот, скажем так, вот у меня было, и иметь там окружение, которое вот, с которым было бы интересно разговаривать, да, там, помогать каким-то образом, вот, нашей республике, вот, моему народу, да, вот, и иметь там какую-то работу, которая позволяла бы приезжать сюда и обратно, там, как бы, постоянно. Вот она, я думаю, что она, как бы, потихонечку, ну, я не могу сказать, что она исполнилась, но она потихонечку исполняется. Как мой муж говорит, там, вначале ты работаешь на свое имя, а потом имя работает на тебя, и вот, вот, скажем, в его сфере, да, там не так уж много народу, профессионалы, ну, в нашей эре, вот, и он среди них, и это вот очень, как бы, радует. В канадской школе ввели неразвлечение между девочкой и мальчиком. Воспротивился этому батюшка. И его изгоем сделали, его, в общем, в тюрьму заточили. Вот такие, в общем, не опасно детей в школе. Отношение геем, да, и толерантность к ним, она, это является, на самом деле, одним из показателей демократичности страны. Если ты демократичная страна, то ты должен поддерживать человека в любом его проявлении. Вот этим, кстати говоря, очень сильно отличается от российского, скажем, там, и американское, либо канадское, либо там европейские социумы, да, тем, что человек, индивидуальность, это должна быть превыше всего. У нас все-таки здесь по-другому, да, у нас, как бы, мы коллектив. Я уж не знаю, это у нас советская, здесь очень сильно связалась традиционность, там, с улусами, с кланами, да, и плюс там, а когда советская, там, типа, единица ноль, там, единица, там, никто, а вот там, все вот одинаковые гвозди, вот, должны быть, вот, только тогда мы построим социализм, да, там же, поскольку все это индивидуальность, то, любое попрание, там, когда, предположим, человек сказал, что, вот, я хочу быть не женщиной, а вот, мужчиной, да, либо я, мужчина, если он считает это нужным, значит, это нужно поддерживать, если же это вот, не поддерживаться, то, это значит, ты уже не демократ, хочешь жить в этой стране, ты должен считаться с этими порядками, если ты не хочешь, то ты должен жить в другой стране, в которой, с которым ты, в принципе, согласен с порядками той страны, отношения, это вот уже постулат демократии. Субтитры создавал DimaTorzok